Приветствую вас, Желина. Я бы сказал так, что ваша ситуация, на мой взгляд, несколько более глобальна, несколько более глобальна, чем то, о чем вы говорите. В том смысле, что вы еще до того, как получили заказы, вот этот вот самый хороший, вы уже чувствовали себя жертвой обстоятельств, жертвой событий, вы уже чувствовали некоторую несправедливость, некоторую напряженность, вот. И это стало борьбой. То есть ваша работа, она стала борьбой. Вот. Борьбой за... Борьбой за свои ценности, например. Борьбой за то, чтобы удержаться на плаву. Но это борьба, по большому счету, это борьба с непринятием. Непринятием до конца ситуации, в которой вы оказались, непринятием до конца тех обстоятельств, которые... Ну, которые произошли, которые случились по независимым от вас причинам. Это... Как бы... Неудовлетворенность. Кох-хохом... Кох-хом… Кох-хом... Которая у вас, очевидно, накапливалась, что некоторое такое внутреннее сопротивление некоторое такое внутреннее... Унутрення... Борьба... Внут... Внутренний... Такой... Ээ... Внутренний конфликт. И... Как следствие, вы начинаете в своей работе придавать большее значение, чем она того стоит. То есть работа начинает затрагивать тело вашей личности, по сути дела. И именно потому что работа начинает затрагивать тело вашей личности, вы, собственно, и продаете такую вот окраску тому, что произошло. Потому что, ну, упустить можно, упустить заказ по той или иной причине может, как мне кажется, любой человек. Вот, и любой может ошибиться, но вы именно, именно, именно по той причине, что... Ну, по той причине, что вы придаете слишком много значения и уже в работу вмешиваются ваши личностные стремления доказать, например, себе-себе, что вы можете или так далее, у вас возникает такая вот история. Соответственно, чтобы себя простить и принять то, что вы сделали, нужно... снизить значимость, как бы, работы для собственной удовлетворенности, для собственной гармонии, иными словами, найти, помимо работы, другие источники гармонии, другие источники удовольствия, другие источники реализации, по крайней мере, пока, до тех пор, пока эта ситуация длится. Вот. Вы же, соответственно, этого сделать не можете. Возможно, по привычке, возможно, еще по каким-то причинам, но вы этого сделать не можете. У вас этого сделать не получается. И из-за этого, на мой взгляд, возникает такая вот история, когда абсолютно нормальное действие, действие абсолютно нормальная и естественная ошибка в данном случае. Ловятся, выливают, выливают то, что вы не можете себе позволить. Позволить и простить. Вот. Такая вот история. Поэтому, мне кажется, вот на что бы я обратил внимание, это на признание того факта, что сейчас ваша работа является не ресурсной. Вот. Что вы стали много, слишком много затрачивать своих собственных личностных сил энергетических при занятии этой деятельностью. Вот. Вы начали личностно вовлекаться в этот процесс, ну, в этот процесс, в эту сферу. Вот. И, соответственно, сейчас уже речь идет не столько о работе, сколько о целостности вашего психологического состояния, о гармоничности вашего ощущения. Да? Вот. И, может быть, вскрылись некоторые слабые места в вашей жизненной позиции. Ну, например, что вы полагались только на эту работу и больше ни на что. Вскрылись, например, такие места, что помимо работы у вас, может быть, нет ничего более интересного, да? То есть, ну, вам как бы никак себя не выражаете больше помимо этой работы. Ну и так далее. То есть, на мой взгляд, задача здесь уменьшить значимость вашей работы. Это не значит, что она не важна. Это не значит, что ей нужно заниматься. Это не значит, что на нее, на нее нужно забить. Это значит, что помимо, 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 помимо нее, есть что-то еще, помимо нее в вашей жизни, есть что-то еще интересное, что-то еще важное, что-то еще гармоничное. Вот. Ну и вы сами по себе можете также быть, мне кажется, гармоничным. Вы сами по себе можете быть цельным. Вот. Но пока что вам не позволяет это сделать некоторая, может быть, привычка, некоторое, может быть, космос мышления, может быть, отношение к своей работе, как, ну, слишком личное отношение к своей работе. Вот. Я бы, наверное, вот так бы еще сказал. Вот. И, соответственно, как результат чрезмерно от ее отработанности зависит. Вот. Такая вот история. Понятно, что время тяжелое. Понятно, что время непростое. Оно непростое у всех. Оно непростое для всех. Вот. Вот. Это, это понятно. Понятно. Вот. Ну, а, повторюсь, вам нужно, скажем так, учиться находить в, ну, в обстоятельствах, данных обстоятельствах, ресурсные для себя, ресурсные для себя положения, которое бы вас поддерживало бы, которое давало бы вам возможность получать какое-то удовольствие и наслаждение от жизни. Вот. И тогда вам, соответственно, простить себя будет гораздо легче сейчас, когда для вас это слишком значимо, и вы простить себя, естественно, не можете. Не можете, было бы странно, если бы могли. То есть, ну, понимаете, это как, условно говоря, если бы у меня был один единственный совершенный клиент, вот, с которым я бы работал, от которого бы зависела бы, например, моя жизнь, ну, дальнейшая моя жизнь, вот. Вот. И если бы я этого клиента упустил, упустил бы, то есть, ну, совершенно понятно, что здесь я бы тоже себя винил бы и простить мне себя было бы очень и очень трудно. Понимаете? Поэтому важно понимать, что требовать от себя простить, это такая же пагубная тенденция, как и продавать излишнее значение какой-то одной, абсолютно любой сферы вашей деятельности. И, как бы, нужно смотреть на сопутствующие моменты на все богатство сопутствующих моментов, которые есть в вашей текущей ситуации, текущей истории для того, чтобы иметь возможность на что-то переключиться, вот, и, соответственно, себя всегда. Вы простите, когда вы поймете, что это не стоит того, чтобы себя гнобить. С другой стороны, если вы это делаете, то есть, ну, с другой стороны, если вы себя гнобите, если вы действуете в таком ключе, то вполне вероятно, что у вас есть опыт, опыт гнобления, гнобления себя, опыт бичевания себя, самобичевания себя. У вас такой опыт, очевидно, есть. И, на мой взгляд, если у вас есть такой опыт, то этот опыт не связан напрямую с тем, что происходит. Потому что, как правило, человек себя гнобит просто так, просто за определенные, порой нереалистичные совершенно требования к себе. Вот. И, в данном случае, мне кажется, что вы можете, как и как раз таки этим заниматься. не только в сфере своей деятельности, но и в других сферах, то что же. Вот. Такой вот момент. Если вы постараетесь позамечать, что происходит в вашей жизни, если вы постараетесь позамечать, как вы обращаетесь с тем, что в вашей жизни происходит, если вы постараетесь, это сделал, мне кажется, что шансы на то, чтобы простить себя будет гораздо, гораздо больше. Вот. А сейчас, по сути, мне кажется, что вы как бы требуете от себя этого, то есть требуете от себя, там, словно, простить себя. Но при этом, при том, что вы требуете, то вроде бы требуете от себя себя простить. Это тоже на уровне требований происходит. То есть не на уровне ваших желаний, ваших чувств, ваших эмоций, а именно вот на уровне тоже требований. Чем, чем отличаются требования от такого, скажем, переживания, так это тем, что требования очень часто, довольно часто идут в обход. Того, что человек хочет в обход, тому, что ему нужно, человеку в обход, того, что ему важно. Вот. Вот это определённое такое, определённое такое происходит игнорирование. И мне кажется, что довольно, довольно большую часть своей жизни вы привыкли игнорировать. Ну или какие-то вещи на постоянной основе. Например, вы игнорируете, ну вы игнорируете. Вот. Поэтому. Мне, конечно, конечно, не хотелось бы, чтобы такая ситуация была для вас реальностью. Поэтому мне бы очень хотелось бы вам помочь и как-то немножечко вас, что называется, расслабить, чтобы вы могли, условно говоря, вздохнуть немножко свободнее. Чтобы вы, условно говоря, могли, ну, как-то вот почувствовать себя, если не совсем, то хотя бы немного, немного более независимо от того, что происходит в вашей жизни сейчас. Потому что повлиять на это у вас возможности, как вы понимаете, нет. Надо на данный момент помочь. Вот. Такой аспект, я думаю, можно вам озвучить с точки зрения профессиональной психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. С точки зрения моего подхода, ну, с точки зрения моей пилотовки, которая у меня есть. Вот. А я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь, которая может позволить вам начать работу над собой. Ух ты, которая позволит вам начать что-то в своей жизни менять. Конечно, конечно, при условии, если вы этого сами хотите. Вот. Если у вас есть желание, там, условно говоря, только выразить, выразить свой негатив, свой негатив, вот, то это тоже ваше, в принципе, вправо. Вот. На этом все. Удачи вам и всего самого доброго. Будем на связи.